Тимуфи нет сегодня настроения фоткаться. Как нет фоткаться? Настроение всегда есть. Что ж ты дома это не сказал? Я б нарядилась. Всем привет! Сегодня пришла зима. И рыба пила. Ну как пришла? Плюс четыре, наверное. И дождь был полдня. Снега не было. Город пустой. Особенно Султан Ахмед и все рестораны и все магазины. Все пусто. Вообще никого нет. Такое впечатление, что сегодня в Стамбул не завезли людей. Не, ну ходят некоторые. Но немного. Да? Да. А бы еще тут не пропихнуться, вспомни. Обычно, да, и шумно. Да и ресторанов люди сидят. А я заметил, что трамвай пусто. Они не заполнены. В общем, если хотите приехать без людей, это февраль. Ну и то, говорят, в этом году аномальный февраль. Холодный. Обычно в это время уже весна. А сейчас, почему-то вчера снег был. Ну как он пошел и растаял. Ну и сегодня, смотри, был викинг сильный. После обеда уже нормально. Ну и дороги уже сухие. И уже все. Нету ни грязи, ничего. Да? Да. Завтра солнце обещали. Так что погода, такая погода странная. Ой, смотри, как интересно. Это только эти нитки он делает. Вот эти коричневые нитки, да, которые... Это у меня есть пол протирает? Нет, ну у него вот там сироп, видимо, в этой бутылке. Он сначала брызгал сиропом, потом... Мы создали ажиотаж. Покажи нам. Смотри, смотри. Что творит? Это что он сейчас будет делать? Трубочки, да. Смотри, вот он их и делает. Да, это трубочки с фисташками внутри. Это те, которые потом, мы с тобой смотрели, они потом получаются вот этими колесиками. Да, да. Слушай, интересно, я никогда не видела, что он здесь делает. Прикольно. Смотри, как интересно, я никогда не видела. Давай посмотрим, что он положит. Ну давай, да, вот сейчас он. Подровнял колбасу опять этот сироп, да. Вот фисташки. Слушай, оно все натуральное, посмотри. Эти волокна, фисташки, все. И все, колбаса началась, да? Ой, как интересно. О, быстро. А чем он зальет это все? Может быть медом, а может быть ничем не зальет. Но они явно должны чем-то заливаться, потому что если бы вот только это, смотри, то будет сухое. А оно на вкус не сухое, оно явно чем-то пропитано. Нет, еще одно. Ну блин. Он издевается. Он трамбует и трамбует. Что-то пошло не так. А, это он кругляшки делает. Видимо, у него больше туда не влезут такие. И он решил добавить туда такими. О, заодно девочкам поморгал, видел? Да. Под турки все успевают, да? И колбаску катать, и всем женщинам моргнуть. Да. Ну давай вот эту же повтори. Явно прям вот для нас тут одну сделала. Показушно прям. Смотри, что я еще могу. Тебе не только волосы раскладывают. А зачем он тут правда сделал? Не знаю. Я же говорю, он там волосы. Типа вот еще так. Просто типа вот еще как умеют. Надеюсь, он больше ничего из своих талантов показывать не будет. Не знаю. Потому что он моргает уже. Дальше витрину закрывает. А дальше за деньги. Что же он брызгает? Сироп, наверное, какой-то. Сахар и валя. Что-то сладкое. Спасибо, конечно. Сколько я полезу от него. Класс. Супер. Ну давай, друг, уже заканчивай. Так. Ну все. Больше не влезает. И что? Давай чудо нам показывай. Все? А дальше? Сделал еще одну внизу, нет? А это, о! Какие красивые. Фисташки целые. А это вот эти треугольнички. Как ты приносил. Да. Красиво, да? Угу. Угу. Очень круто. Ой. Сам-сам. Он как... Прям снизу себя. Да. Вот в этом и фишка. Угу. 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 Кондитерского. Угу. Маста. Угу. Он сделал круглый треугольничек, трубочки. Он показал, что он умеет. Да. Хе-хе-хе. Класс. Ну на самом деле очень круто, скажите, вы понимаете, что это кайф? Ну да. Ты видишь, как это делают, эти куперсы? Ну да, потому что им нравится, когда все это смотрят. Это у нас хорошо. Ну а не шоу, да. Нам надо с тобой вот еще немного потеклее, в эти мороженое это хоть убираться. Да, мороженое отдельный кайф. Ну не я, потому что иначе меня накроют. А у нас это просто для рекламы вода и краска. Ааа. Обычно лукумы так и варятся в такой рушине где-то 8-7 часов и получается вот такие лукумы. Лукумы? Вы вот эти пробовали кстати? Нет. Ага. А какие вообще самые вкусные? Расскажите. У нас гранаты идут. Вот я обычно покупаю барбарис и чего-то там. Гранат. И гранат, да? Вот их ты и берешь. Они такие кисленькие. Сейчас. Угу. Мы просто ходили, смотрели эту штуку и я каждый день могла понять, что в ней варится. Да. Ой, супер. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы вернемся еще на гребен. Мм, да. Да. А вот эти я знаю. А бывают и готовые коробочки, да, у вас? Нет. Мы просто нарезаем. Нарезаем даже раньше. Угу. Сколько коробочка? А сколько обычно примерно выходит коробочка? Смотрите, вот такая коробочка, 40, 50, 50, 3 лиры максимум. Угу. 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 Можете ассортивно брать со всех, которые вы получили. Угу. 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 лет еще мягко и 2 чоколад не влезет коробочку маленькую это пошло не так у вас как а чоколадов и сташка я не цена блин ну конечно все так выглядит вот мыло главное что вот это добро не каждый день делают и это все просто разбирают за день да у них черные золота люстра да а вот и деревянные люстры это куда я в таких как я взял как называется это заведение смотрите это то где мы смотрели как он работает вот опять же смотри опять начинается since 1936 у нас нового репрессии и у нас тут всех стреляли и по черным машинам возили они уже рахат лукум ту хреначили вот это заведение мы рекомендуем вот мы набрали тут на 75 лет вот нам разные чилина до 50 и дали нам один один в общем россии это не так дорого натуральный продукт но тем более что в россии просто этого нет кучу пакетиков и смотри опять же спасибо смотри какая коробка у них красивая у них все в этих красивых вот коробках золотых черных мы зашли еще одно кондитерскую скажи вот мы купили коробку лукума коробку вот такую мы купили вот такой и мы купили коробку с шоколадным кузином на витрине сейчас покажем если берете он стеклянной банке если хотите вам перекинут пластик если хотите можно забрать стеклянную петли платите залог да и потом возвращаете вам петлиру за просто пластиковые не захотел чтобы он делал ну да иначе и собирать его дома в пластике да говорят третье место в стамбуле по качеству здесь есть и кафешка люди греются сидят но тут хорошо тепло сидят кушают пьют там да вот покажи на той витрине баклова всякая у нас наверно будет серия про я не знаю как это правильно назвать это не кондитерские это какие-то свыть из как-то правильно называется турбишь делается это называется низкий сладость ну они так называют по кроме на английском так называют пирожные ну вот и пирожные мы не пробовали они похоже на похоже на наши но не наши это каша рисовая плотно и вот они причем набор для всех традиционный более-менее разница в качестве насколько я понимаю и вот они утверждают что у них качество супер мы попробуем хотя близко плохого мы еще не покупали потому что мы убираем места какие-то хорошие смотри расскажем что это место находится опять же на этой улице гельхане прям вот здесь есть остановка трамвая смотрите она как и называется гельхане и стасьону вот собственно говоря вот она трамвайная остановка вот эта улица а еще одна остановка и будет остановка терпеть это педжи вагзал это вывеска османии лизандели 879 интересно вот этот съедобный кафтан кафтан съедобный или эта коробка такая красивая наверное это подарочные коробки да это наверно не сады на здесь есть такие же как хапис мустафа ну не другая ассортимент одинаковые ассортимент у них одинаковый каждый выбирает в принципе наверное просто то место где ему нравится или поближе вот поближе ну я кстати скажу и по цене они практически все одинаковые вот мы заплатили за вот это все 85 лир плюс 5 лир экстра вот это залог да все рестораны пустые погода портит бизнес конкретно местным работникам жмей стало тепло и туристы наконец-то повылезали или приехали и вот эта очередь в цистерны и либо танцор ничи до народу прибавилось летом летом тут жарко но людей много конечно детских котиков не зовут кис-кис они не обращаются у меня нервов не хватает сейчас вторая серия говорит будет я не могу я начинаю будто дозвучиться а а дожи а а а а а а а А это новая какая-то, да, штучка? Держи. Спасибо. Это мороженое. Юми, пожалуйста. Спасибо. Господи, Господи. Спасибо. Ну, come here, we don't try. No. Вау! Нет, я не выдержу. Нет, у меня нервов не хватит. Ну да, надо выдержку иметь, чтобы... Чтобы не дать ему вреду. А теперь еще про деньги приключили. Надо научиться и так же и деньги ему отдавать. А вот он у них так же сдачи им отдавал сейчас. Какая-то была такая же история. Ну, забавно, вот мы показали вам, как это мороженое. Отдают. Выдают. Смешно. А, да, это вот он целый день это делает, видишь? Ну, сегодня на самом деле первый день, когда они, эти мороженчики, начали продавать. Вышли на улицу и когда, по крайней мере, покупать начали это мороженое. Потому что до этого, вот уже три недели, наверное, две, никто это не делал, холодно было. Так что вот мы застали, наконец-то, весну. Странное дело, они почему-то не с каждым эти трюки проделывают. Может быть, от людей зависит. Ну, для своих, видимо, они не ценители таких шуток. Так что, я не знаю, что это, я не знаю. они вот они не понятно что они вот реально думают что все дураки все же видят что происходит он нам говорит нате вам он что реально думаешь таки дома но я думаю так и люди делают до объем оружие вообще вот заметил в турцию них как-то намного на это рассчитывали что ты такой что-то идешь они тебе дают четкое указание что делать и постой сейчас я перенесу там хлеб или там бери мороженое то есть они на рассчитаны на каких-то знаешь вот как-то сказать ну как сказать людей которые подчиняются те которые не думаю те которые он сказал братья беру варежка и водят да вот так есть такое зачем ты берешь ты порожал он же сказал take it на главное все возьмешь понятно что у тебя один стаканчик руках на тоже за дураку понятно но но потом в итоге он все равно тебя вынудит его купить да потому что раз ты уже взял поигрался то забирать давай money да так не надо зайти вот этого тут сфоткать даши цены даша хватит жрать конфеты только дальше даша руби ты такая элис бывшая известная певица что будет если тебя за ногу потрогаю ничего ничего не будет ничего не будет на поешь булку пожалуйста смотри я тебе даю булку на я когтями рубанет я когтями рубанет очень много всяких классных штук например вот эти лампы это вообще крутяк их сложно вести но ну и под интерьер не конечно должны подходить но вообще не очень классно вот эти лампы вот эти лампы вот эти лампы вот эти лампы очень много керамики посуды и украшений серебро в том числе в общем классно мы любим такие магазины засыпать а я если не модуль гадис вон а не вас подниматься вера и вам синий прям твой мне нравится очень красивый видишь можно еще менять эти штучки сети можно брать и сколько имеют 55 лет 50 до 10 евро 20 евро вполне рать вполне хорошая цена но в прошлый раз здесь покупали кольцо фуры серги хирург все хирург на зеленый очень красиво и за орган ворк сотри мы тебе с зеленым цветом как-то сложные отношения ну да он тебе то идет то не идет поэтому давайте сейчас я возьму это я личный стилист или на лист так что тут я решаю что идет что не идет пиццерия саламу на сессу моргарай кэн мэгдана десна бигде сайдай кэн мэкдэн бегать а это что за камень вот за 100 у вас какой-нибудь или ой смотри какой яркий сразу прекрасный вот ярче мне больше нравится чем такой вот пример отеля в котором мы жили его уже третий раз переименовывают мы жили я даже не помню как он уже назывался первый раз почему это был классный отель нам очень нравился она на следующий год мы его не нашли смогли забронировать как уже поняли мы пришли покупать похоже на то какой красивый это я выбрала да я возьму смотри это я ему хочу фухим здесь скажу перми а юхов интернет термейт будет проще всего было брать все одинаковые и все одинаковые не на это youtube с сейчас иди на валерий валерий вот мы ухо сверху завариваю чай заварный чайник внизу вода и получается он такая прелесть заварка и кипяток бокалы для шампанского видимо то что мы называем турки в чем заваривают кофе и макет я на вот камеры море и филот вот там его дюканка так это какой-то новый способ появился о смотри это тебе подходит как-то вот он нет он там запутал как-то их я такое не запомню красиво да виши у тебя борода тут красиво вроде сделать выбор 7 шарфов у нас оказалось но это все практически все на подарки и один на меня похоже урубал если мы его не придумаем кому-нибудь подарить по дороге сколько это будет сколько это будет 30 35 245 я знаю я знаю я знаю я знаю я знаю что я сделал что я сделал что это я знаю что это 3 4 я знаю ты не неправильно pasa сколько сколько сказать Подпишите мне, по 7 пиццам. По 7 пиццам. По 7 пиццам. По 7 пиццам. Ещё и чай попью. Она хочет убить меня. Она хочет убить меня. Да, она может. Я знаю, Рус. Моя мать-in-law любит мечты. Я знаю, Рус. Она очень милая. Ты учишься? Математический учитель? Нет, я фотография. Я фотография. Я фотография и я дизайнер. Ты знаешь? Да, я дизайнер. И блогер. И стилист. Потому что мы можем вернуться. Потому что мы нужны для дома. Новые карты. Или... И две недели. И наш друг к нам приходит. Потому что мы тоже есть. Диамоны. 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 И карты. Если нужны. Дай мне телефон. Я ему код. Вифи. И телефон. Вы тоже используете. Топ копы. А что? Да ты запомнил. Вот этот магазин. Вот так он называется. Топ копы. И мы еще про него напишем. И у них есть еще сладости. И чашки. И много всякой красоты. В общем, тут очень круто. Вообще кайфы. И шарфы очень красивые. Все приходите сюда. Говорите, что вы от Валерии. И получаете хорошую скидку. Шарфы в пол цены. В магазин нашего друга Ирфана. Фасад называется Топ копы. Напротив ресторана Каппадокия. Ирфанта Каппадокия. Те что стоят? Нет. Четыре смазки. Чем грибе фасадия? Да, сейчас вы готовы. Вы сейчас готовы. Обычно это будет 10 рублей, а в Крикаде. Спасибо. Аджиа, это 15 рублей, да? 10 рублей. Да, 10 рублей. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...